С апреля 2020 года в связи с ковидной ситуацией Центр занятости населения начал работать временно в непривычном для него формате – дистанционно. Деятельность была организована через единую цифровую платформу в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России». Данная цифровая платформа предназначена для оказания государственных услуг и выполнения государственных функций в области содействия занятости населения в электронной форме на всей территории Российской Федерации. Об эффективности и преимуществах цифрового проекта нам рассказали специалисты филиала Адыгейского республиканского центра занятости населения в Кашхабльском районе. Новые технологии требуют новых подходов к оказанию услуг. За три года работы в данном формате нам были выделены наиболее острые проблемы соискателей. Для подтверждения своих наблюдений провели опрос безработных кражен, состоящих на учете. На каком этапе взаимодействия с Центром занятости в новом формате возникают трудности? Полученные данные позволили определить цели и задачи проекта. Основной целью проекта является социальная адаптация к новой цифровой среде и формирование базовых навыков в сфере компьютерной грамотности соискателей, необходимых для получения государственных услуг в электронном виде для повышения конкурентоспособности на рынке труда. Основной задачей проекта является сокращение средней продолжительности времени поиски работы и постановки на учет в качестве безработного. Для реализации социального проекта Центра занятости территорией трансформации мы решили привлечь студентов-волонтеров через портал добро.ру в статусе волонтеров. Волонтеры выполняют функции цифровых консультантов, которые помогают в грамотном составлении резюме, что является визитной карточкой соискателя, позволяя выделить его ключевые навыки и достижения, облегчая процесс рассмотрения кандидатуры. Когда что-то не умеешь и не понимаешь, это очень-очень большой стресс, особенно, когда ты еще и безработник. Я узнал, что где-то здесь есть волонтер, обратился к ним, они мне помогли составить резюме. Спасибо девочке, хоть и безработным, они постоянно вручают и помогают. После обращения в Центр занятости мне была оказана помощь волонтерам при составлении резюме. Потом мне была выбрана программа для дальнейшего опущения, вследствие чего, то есть для повышения квалификации, которую я прохожу успешно на сегодняшний день. Вот на днях будет завершена учеба. Работники Вилиала отмечают, что привлечение волонтеров помогло повысить уровень качества и скорость взаимодействия граждан с сотрудниками. Считаю, что данный опыт для практикантов наиболее погружает в процесс деятельности организации, развивая навыки работы в коллективе. Также данный проект помог инспекторам сократить среднюю продолжительность времени постановки на учет в качестве безработного. Данный проект показал себя с положительной стороны и было решено внедрить его в работу Центра занятости на постоянной основе. На сегодняшний день заключен договор о практической подготовке обучающихся в АГУ.